Нобелевская премия Для эксперимента служили мушки-дрозофилы Благодаря им генетикам удалось вычислить ген, контролирующий ритм жизни Оказалось, что он кодирует белок, который накапливается в клетках по ночам и медленно утилизируется днем Сейчас биологам ясно, что механизм, регулирующий распорядок дня, един для всех живых организмов От растений до людей Чтобы узнать, каким образом биологические часы способны управлять такими вещами, как содержание гормонов, температура тела и обмен веществ, меняющийся в зависимости от времени суток Мы обратились к профессору Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Механизмы биологических часов долгое время были неизвестны Поскольку существуют эндогенные механизмы, то есть они внутри клетки осуществляются И при этом есть еще экзогенные стимулы внешние, которые синхронизируют эти эндогенные ритмы То есть, как правило, солнечный свет, освещение, длительность дня – это и есть вот этот внешний механизм, который синхронизирует эндогенные ритмы и уже экзогенные ритмы Значит, вот эти ученые, которые получили Номельскую премию, они работали на мухах Ну, это генетически очень легко исследуемый, значит, объект Чтобы разобраться, каким образом всего лишь один ген способен повлиять на весь ритм работы живого организма Попробуем заглянуть в саму историю Еще в 70-е годы был найден ген, контролирующий циркатные ритмы удерцопил И назвали его период Лауреаты премии смогли изолировать данный ген и обнаружили закодированный в нем белок Загадка генов в том, что закодированный в нем белок накапливается исключительно по ночам А самое интересное то, что по его концентрации можно судить о времени суток Значит, эти гены, их концентрация периодически накапливается в клетке Вот, чем больше их концентрация, затем они начинают тормозить свой собственный синтез То есть, регуляция накопления этого белка, она осуществляется по принципу обратной связи То есть, концентрация растет, и эта концентрация затем тормозит синтез этого же белка И вот целый ряд таких белков, их уже более сотни обнаружены, контролируют различные процессы Также ученые нашли признаки того, что несоответствие образа жизни человека и его биологических ритмов Могут привести к повышенному риску заболеваний Циркатные ритмы регулируют самые разные аспекты жизни нашего тела В том числе и на генетическом уровне Некоторые гены активнее по ночам, некоторые днем Благодаря открытиям лауреатов 2017 года биология циркатных ритмов превратилась в обширную научную дисциплину Но вот вопрос о том, каким образом белок попадает в ядро клетки, по-прежнему остается открытым Аделья Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз